Доброе утро, уважаемые коллеги. Мой доклад сегодня посвящен новым сложностям в лечениях солидных опухолей 2020 года, а именно опухолей желудочно-кишечного тракта. Ну и свой доклад я начинаю с традиционного опроса. И поскольку главной трудностью, как мне, практикующему онкологу на сегодняшний день, это выбрать тактику для тех пациентов, которых мы можем вылечить, для пациентов с местно распространенным раком желудка, достаточно ли вам, уважаемые коллеги, для назначения переоперационной терапии местно распространенного рака желудка только клинической стадии заболевания? Да, тут всего две опции ответов, да или нет. То есть достаточно ли вам обследовать пациента, сделать ему все возможные методики, которые у нас на сегодняшний день есть, рутинные практики? Пожалуйста, голосуйте, я пока буду ждать результатов голосования. Коллеги, окно для голосования появится у вас автоматически на странице эфира. Чтобы его увидеть, вам необходимо выйти из полноценного, из полноэкранного режима. И окно голосования размещено под плеером. Выберите наиболее подходящий вам ответ. И проголосовать, нажать кнопочку. Ну, многие уже справились, я вижу, да, с поставленной задачей голосования. А мы, конечно, один же прошел целый. Да, все уже отработано, второй день конференции. И действительно, да, на что мы ориентируемся, когда мы назначаем лечение? Мы ориентируемся на данное клиническое обследование, на то самое CTNM, которое у нас есть в результате полученных результатов КТ, УЗИ. Некоторые используют ТЭУС дополнительно. Ну и вот, да, наша аудитория ответила, что 33% достаточно только клинической стадии, а все-таки 70% докторов хотели бы иметь что-то еще для назначения переоперационной терапии. Ну, с нами, на самом деле, не согласились, да, панель экспертов, которая голосовала на последнем конгрессе гастронистинальных опухолей, да, и там, на самом деле, не предлагалось ничего другого, кроме клинической стадии. И вы видите, да, что 90% экспертов, опираясь только на клиническую стадию заболевания, назначали неодевантную терапию при наличии показаний. Да, и после уже проведенного хирургического лечения большинству пациентов тоже было рекомендовано одевантное лечение. Но все мы прекрасно знаем, да, что выживаемость при раке желудка, она крайне низка. Это опухоль, которая крайне биологически агрессивна, и кривые выживаемости всем нам уже хорошо и давно известно, что стадии, которые более распространены, их кривые пятилетней выживаемости, они вот такие вот очень печальные. Вот наш личный опыт, опыт городского онкологического диспансера, мы проанализировали 124 наших пациентов, которые были прооперированы по поводу местно распространенного рака желудка, да, и посмотрите, что при наличии Т3 стадии, да, медиана общей выживаемости оставила 29 месяцев, а при стадии Т4 медиана выживаемости падает до 9 месяцев. Как раз-таки статус по лимфоузламу, он не так драматичен для рака желудка, да, пациенты с Н1 стадией живут довольно хорошо, 40 месяцев, а пациенты с Н3Б, конечно, медиана их выживаемости низка. То есть, конечно, все наши усилия и наша задача переоперационной терапии, это не только снижение стадии заболеваний, естественно, выполнение R0 резекции, но это еще воздействие на микрометастазы, увеличение общей выживаемости наших пациентов. Ну, раз наша конференция называется «Эволюция», да, я представила эволюцию переоперационной терапии за последние годы, ну, и на какой ступени эволюции мы сейчас находимся? На ступени, конечно, использования режима FLOT, это самая эффективная на сегодняшнюю опцию лечения, она позволяет нам добиться пятилетней общей выживаемости 45%, что довольно очень неплохая цифра для такой тяжелой популяции. И вот то самое регистрационное исследование, которое нам продемонстрировало в том, что частота полных патоморфологических ответов при использовании режима FLOT равна 12,8%. Ну, конференция называется «Трудности», да, и вот, собственно говоря, мы уже говорили, что, конечно, любое рандомизированное исследование, да, хороший тон проверять его исследованием в реальной клинической практике. И в этом году было доложено исследование REL FLOT, да, то есть это использование FLOT в реальной клинической практике нашими коллегами, которое показало, да, что действительно хирургическое лечение на режиме FLOT можно достигнуть у 92% пациентов, но при этом адювантное лечение подлежат только 70% из них, и режим FLOT могут выдержать только 50%. При этом частота полного патоморфоза у опухоли значительно ниже была, да, она составила 7,3%, а гематологическая токсичность 3-4 степени достигала 20%, но в целом выводом результата этого исследования в реальной клинической практике было, что режим FLOT активен, он хорошо поддается использованию в практике, и на сегодняшний день он принят во всех стационарах. Все мы знаем, да, это тоже новая трудность для нас, что все-таки раньше мы считали, что рак желудка – это такое вот заболевание, которое биологически однообразно, но все-таки это гетерогенное заболевание, есть межклеточная гетерогенность, мы знаем, что метастатические клоны не отличаются от первичной опухоли, и поэтому в нашу практику на сегодняшний день все глубже уже входит та самая молекулярно-генетическая классификация рака желудка, которая была предложена и выделяет, собственно говоря, опухоли, которые ассоциированы с микросателитной нестабильностью или Штейн-Бар-вируса. Мы видим, что их прогноз значительно лучше по сравнению с другими типами опухоли, мы видим, что при ранних стадиях эти факторы встречаются значимо чаще, чем при метастатической патологии. Так что какие трудности на сегодняшний день у нас есть при выборе переоперационной тактики? Это надо ли нам учитывать локализацию опухоли, надо ли нам учитывать перестановидный клетчатый вариант гистологии, надо ли нам учитывать возраст пациента, надо ли нам учитывать биологию опухоли, хердванию статус, искать и определять статус микросателитной нестабильности. Ну, на все эти вопросы я попытаюсь ответить. Собственно говоря, локализация опухоли, это давно очень изучается. Вот самый большой обзор, который я нашла, это, конечно же, обзор наших азиатских коллег, которые проанализировали 19 тысяч пациентов, они их разделили на разные периоды лечения. Ну, и то, что мы видим, что в последние периоды, до 2012 и до 2017 года мы просто научились уже лечить эту патологию, эти пациенты живут лучше, а вот разница между проксимальным и дистальным раком значимо никакой не была выявлена. То есть локализация на сегодняшний день пока не влияет на выбор тактики. Возраст. Опять-таки, да, наши пациенты часто бывают старшей возрастной группы, старше 70 лет. И если мы возьмем исследование FLOT, то там лишь 25% было пациентов старше 70 лет. В исследовании MAGIC тоже лишь больше 20, не более 20%. Поэтому было проведено исследование, которое сравнило FLOT и режим FLOT у пациентов старше 70 лет. И это исследование показало, что общая выживаемость в группе пациентов старшей возрастной группы при назначении дуплета, а не триплета, собственно говоря, ничем не уступает. А сам режим FLOT при подгрупповом анализе показал, что пациентам старше 70 лет мы можем назначать этот режим с той же клинической эффективностью. Следующая трудность – персневидно-клеточный рак. Мы долго знаем, что персневидно-клеточный рак, который относится к диффузному раку желудка, он имеет более худший прогноз и хуже реагирует на химиотерапию. И вот первые анализы, которые нам показывали французские группы авторов, говорили о том, что медиан общей выживаемости, что при назначении переоперационной терапии, что при первичном хирургическом лечении у пациентов с персневидно-клеточным раком никак не отличается. А патоморфологический регресс у этих пациентов встречается крайне редко. То есть опухоли малочувствительные. И опять-таки подгрупповой анализ исследования ФЛОТ говорит нам о том, что значимый патоморфоз опухоли ТРЖ1 встречается лишь у 3% пациентов с персневидно-клеточным раком. Но если мы возьмем подгрупповой анализ, мы видим, что при диффузном, что при инвентациональном подформе рака желудка, все-таки ФЛОТ был эффективен. И этот год нам дал результаты еще одного исследования, исследования РАМЗЭС, где к режиму ФЛОТ добавлялся РАМУ-СРУМАП. К сожалению, это исследование не показало нам улучшение выживаемости подморфоза, но это исследование нам показало эффективность как раз-таки в той самой подгруппе персневидно-клеточного рака. У этих пациентов Р0 резекции встречались гораздо чаще. То есть, может быть, у нас появится новая опция. На сегодняшний день персневидно-клеточный рак желудка мы лечим точно так же, как и любую другую опухоль, другой вид аденокарцинома. Ну и, собственно говоря, наш клинический опыт, да, пациентка с пистневидно-клеточным раком желудка, у которой изначально местная распространенная опухоль с инвазией поперечно-ободочной кишку, с лимфоденопатией брюшной полости, которая после четырех циклов лечения демонстрирует вот такой хороший клинический ответ. Больная была прооперирована, и послеоперационная стадия у нее 2А. То есть мы здесь, на этом клиническом примере, видим, что все-таки назначение переоперационной терапии у пациента с пистневидно-клеточным раком может быть эффективным. Гиперэкспрессия, амплификация хердванью статуса. Мы знаем, что это очень во всех исследованиях гетерогенный показатель, и если я вот привела целый список исследований, колеблется от 7 до 34%. Некоторые исследователи отмечают разницу между кардиозофагиальным и телом желудка. Собственно говоря, при раннем раке желудка мы знаем, что даже уже в дисплазиях начинается экспрессия хердванью, то есть хердванью, он играет роль в канцерогенезе, и если мы возьмем такие ранние опухоли, как опухоли инсита, то даже здесь среди этих опухолей у 5% встречается хердванью 3+. И при этом было показано, что хердванью негативный статус, он является более благоприятным, 5-летняя выживаемость значительно больше, чем у пациентов с хердванью позитивным раком, поскольку у этих пациентов чаще встречается лимфовоскулярная инвазия, поражение лимфоузлов. Что мы знаем о категории пациентов с хердванью из крупных исследований? В то, что в исследовании Мэджик таких пациентов было не так много, всего 7%, и статус хердва опухоли не был ни прогностическим, ни предиктивным в отношении химиотерапии. Но опять-таки на сегодняшний день у нас идет большое количество рандомизированных исследований, которые сравнивают добавление таргетных препаратов вместе с химиотерапией, и нам вот исследование кселокса с расозумабом демонстрирует полный патоморфоз опухоли в 8%, исследование херфлот нам демонстрирует полный патоморфоз в 22%. Собственно говоря, в этом году опять-таки было еще раз показано, что хердванью статус является прогностическим для наших пациентов с местно распространенным раком желудка. И в этом году было доложено первые результаты исследования Петрарка, это сравнение режима флот у пациентов с хердванью позитивным статусом по сравнению с добавлением двойной таргетной блокады Перто-Зумаба и Трастозумаба. И что было показано на АСКО-2020 в том, что в группе с применением таргетной двойной блокады было достигнуто полных патоморфозов опухоли 35%, что, конечно, значимо превышает полные ответы при режиме флот. Таким образом, у нас тоже появляется скоро новая опция. Транслируется ли это на показатели выживаемости? На сегодняшний день безрецидивная выживаемость в группе пациентов с таргетной блокадой не достигнута. В режиме флота она составила 26 месяцев. Данных по общей выживаемости пока у нас на сегодняшний день нет. Следующий вопрос и следующая трудность, которая встает перед клиническим онкологом. Нужен ли нам полный ответ опухоли? И вот это исследование показывает, что нужен, что если мы достигаем полного ответа на режиме флот, наши пациенты живут значимо дольше. И клинический случай нашего, да, вы, наверное, уже знаете, мы докладывали несколько раз, что в нашем учреждении идет исследование РУСТРАСТ, исследование пациентов с местно распространенным раком желудка с добавлением таргетного препарата тростозумаба при наличии ХЕРДВАНЮ-3+, гиперэкспрессии. И вот молодой пациент, у которого было верифицировано рак нижней трети желудка, Т3Н1М0, естественно, с гиперэкспрессией 3+, ХЕРДВАНЮ. Мы ему назначили тростозумаб с режимом флот, провели 4 цикла неадювантной терапии. До начала лечения была довольно большая экзофитная опухоль, 8 см. До начала исследования по данным КТ мы видели признаки переневральной и лимфоваскулярной инвазии, мы видели признаки лимфоденопатии парагастральной. И проведя 4 курса флот с ростозумабом, на гастроскопии представленные исследования, мы увидели лишь только фиброзные изменения без признаков опухолевой инфильтрации. На компьютерной томографии также была значительно положительная динамика, пациент был прооперирован, и по данным гистологического исследования ГХ жизнеспособной опухоли не выявлено. Пациент получил послеоперационный запланированный режим еще 4 цикла фото с ростозумабом, и на сегодняшний день пациент жив без признаков прогрессирования. Следующая трудность, которая нас подостерегает, это пациенты с микросателитной нестабильностью. Если мы возьмем всех пациентов из крупных исследований переоперационной тактики, которые у нас на сегодняшний день есть, это и Мэджик, и Классика, и Така, то мы знаем, что микросателитная нестабильность – это, в принципе, благоприятное событие для пациента, но встречается она не так часто, всего 7-8%. Но, если мы назначаем этим пациентам химиотерапию, мы почему-то ухудшаем их выживаемость. Может быть, это связано с разрушением того самого иммунологического щита вокруг опухоли, может быть, это связано с истощением иммунной системы, но, тем не менее, результаты их выживаемости ниже. Мы знаем уже, что на сегодняшний день иммунотерапия себя прекрасно зарекомендовала при МСИХ и раке желудка. У нас есть исследование, которое нам показывает, что независимо от PDL-статуса назначение иммунопрепаратов, оно эффективно, оно вызывает большое количество патоморфозов в опухоли. И, помимо рака желудка на сегодняшний день, неодевантной тактики, у нас есть уже довольно много опций для лечения, как для рака легкого, вот так в этом году доложено первое исследование по неодевантной иммунотерапии при раннем колоректальном раке, где было показано, что у 20 пациентов с дефектом репарации, с микросателитной нестабильностью, в 20 случаях отличался, был отмечен полный патоморфоз, ну или большой патоморфоз опухоли, что, конечно, действительно привлекательная тактика и привлекательная будущая опция. На сегодняшний день у нас есть два исследования, результатов которых мы ждем, это исследования с применением флота и отеза лизумаба в переоперационной терапии у больных раком желудка. Второе исследование, это исследования у пациентов в переоперационной тактике с пембролизумабом и режимом флота. Эти два исследования, наверное, уже ответят на поставленную тактику. Но у нас тоже есть клинический пример, да, пациенты довольно возрастной группы, 38 лет, у 38-го года рождения, у которого была выявлена местно распространенная опухоль, были подозрения на метастазы в забрюшинной лимфоузлы и печени, но при этом у пациентов, по данным ГХ, были выявлены признаки микростолитной нестабильности, и высокий уровень ПДЛ-экспрессии СПС составил 50. Выраженность сопутствующей патологии у этого пациента не позволила нам назначить ему химиотерапию, поэтому мы пошли по пути иммунотерапии, и при первом же ответе достигли частичного регресса заболевания. Через полгода регресс заболевания у пациента сохранялся, иммунопосредственных нежелательных явлений не было, через 12 месяцев у пациента продолжается частичный регресс заболевания, пациент прекрасно переносит лечение, и вот сегодня, поехав на работу, я ему сделаю уже 18-й цикл лечения иммунотерапией. Следующая трудность, которую он подстерегает, это всегда ПДЛ-экспрессия. Сейчас мы имеем большой опыт уже и широкие возможности определить у пациента ПДЛ-экспрессию, и часто, когда нам приходит ответ, допустим, ПДЛ-экспрессия ЛЦПС-40 или 50, конечно, у нас, собственно говоря, все наши мысли направлены на то, чтобы назначить такому пациенту, может быть, тоже иммунотерапию, пока такой опции нет, но тем не менее было доложено тоже исследование по оценке ПДЛ-экспрессию пациентов на фоне переоперационной флоттерапии, и было показано, что высокая ПДЛ-экспрессия связана с более низким временем до прогрессирования и общей выживаемости. Также высокая ПДЛ-экспрессия связана с морфологией пресневидных клеток, то есть более агрессивным типом течения, и ассоциирована с более продвинутыми стадиями. Также высокий ПДЛ-статус, как правило, ассоциирован с отсутствием клинического ответа. Таким образом, завершая свой доклад, наверное, наша трудность, наше будущее – это изменение алгоритма выбора переоперационной терапии для пациента. Наверное, мы должны учитывать возраст и назначать более старшую возрастную группу дуплеты. Наверное, мы все-таки должны учитывать пресневидно-клеточный рак, и у этих пациентов ждать более низкого клинического ответа, возможно, определять ПДЛ, возможно, эти пациенты будут кандидатами для новых опций. Конечно, сейчас мы уже рутинно всем пациентам определяем HER2NU статусы. При наличии 3+, мы включаем нашу программу РУСТРАСС, лечим с добавлением тростозумаба, но у нас появляется новая опция «Двойная блокада», ожидаем результатов. Конечно, мы должны всем исследовать статус микросателитной нестабильности, потому что эти пациенты проигрывают назначение иммунотерапии этим пациентам, либо должна сразу предлагаться операция, либо мы должны использовать подходы с использованием иммунотерапии. И опять спорным вопросом остаётся ПДЛ и СПС статус, который нам говорит о том, что прогностически эти пациенты вряд ли выиграют от назначения неодевантной химиотерапии. Спасибо за внимание. Мне, наверное, осталось времени для второго вопроса. Это ваша пауза много времени. Да, ну таким образом, собственно говоря, проведя свой доклад с теми трудностями, ознакомив, с которыми мы встречаемся, конечно, возникает вопрос, как часто вы используете или будете использовать при операбельном раке желудка назначение всё-таки пациенту иммуногистохимического или молекулярно-генетического исследования. Сегодня у нас есть возможность определить HER2NU статус, у нас есть возможность определить микросателитную нестабильность, у нас есть возможность определить наличие в опухоли Штенбар-вируса, у нас есть возможность определить СПС статус. Вот как вы будете эту опцию использовать? Вы не будете назначать никому, потому что, собственно говоря, панель экспертов нам говорит о том, что мы можем ориентироваться только на клиническую стадию заболевания. Мы будем назначать всем пациентам, чтобы найти те 7% пациентов с микросателитной нестабильностью или пациентов с HER2NU положить позитивным статусом. Мы будем назначать только для дифференциального диагноза, если у нас какие-то сомнения. Мы будем назначать половине пациентов, мы будем назначать только заинтересованным пациентам. Или это все-таки единичные случаи, когда есть такая возможность назначить и быстро провести пациенту это исследование. Пожалуйста, голосуйте. Мы сейчас, наверное, в скором времени увидим ваше мнение. На самом деле это как раз те самые вопросы, с которыми мы входим в 2021 год. Потому что 2020-й он не ответил на эти вопросы. И есть только ряд исследований, которые одни говорят за, другие против. Исследования некоторые ретроспективно, как в МИДЖИК, рассматриваются. И, конечно, на самом деле, честно говоря, понимая, что больные МСЯ и положительным раком, местно распространенным, которым делают химиотерапию, ты понимаешь, что это будет только в минусы. Человек пропустит время радикального хирургического лечения. И вот делать этим, а их всего 7% в раке желудка. Вот делать всем, у кого местно распространенный рак желудка, или нет? Вот это, на самом деле, очень интересный вопрос. И, Наталья Петровна, вот пока есть секунда одна. Вот этот больной, которого Вы показали, Вы в Адивантии дальше продолжили в рамках исследования Ростраст герцептин в Адивантии, слот. Он не потерял чувствительность к тростозумабу? Поскольку у нас был, видите, полный ответ заболевания, мы не могли оценить потерю ХЕР-2 статуса, да? Обычно мы, действительно, если пациент не в Адивантии получает Рострастозумаб, мы его обязательно повторно оцениваем на послеоперационном материале. Наши данные показали, что у 70% происходит потеря ХЕР-2 статуса, да? Но у тех пациентов, у которых полный ответ, у нас таких пациентов не один, я только одного показала, таких пациентов у нас несколько. Но у тех пациентов нет возможности оценить повторный статус, тем пациентом мы традиционно его продолжали. Спасибо. Ну вот голосование вам готово. Да, голосование завершено. Наверное, с нами согласились большинство слушателей, что все-таки, наверное, на сегодняшний день, сталкиваясь с теми трудностями дифференциального выбора переоперационной терапии, нашим пациентам надо всем определять, конечно, те самые молекулярные генетические особенности и выбирать для пациента, наверное, уже персонализированную переоперационную тактику. Тем более, что в Санкт-Петербурге такая возможность есть. Продолжение следует...